Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Сегодня мы разберем с вами самые частые ошибки в мужском уходе за собой. Пока мы не начали, ребят, самые интересные и смешные комментарии мы опубликуем в следующем видео. Погнали! Ошибка номер один. Не мыть голову перед выходом из дома или мыть ее гелем для душа. Мы уже разбирали в своих видео, что нужно использовать мужчине, когда он моет волосы. Соответственно, правильно подбирайте шампунь, не забывайте мыть голову перед выходом. Мы разговаривали с клиентами и узнали, что есть такая ситуация. Вечером сходил в душ, помыл голову, с утра проснулся, что-то где-то не успел, опоздал и помчался из дома, вроде причесался и пошел. К вечеру голова станет жирной, либо изначально будет отсутствовать укладка. Прям растирай, 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 растирай. Супер! Оставь. Получилось все вот такое у нас встрепанное-растрепанное. Кстати, об укладке. Это ошибка номер два. Очень многие мужчины говорят, да я не заморачиваюсь, да это занимает много времени, да нафиг оно надо, я все равно не буду этого делать. Как правило, это говорит о том, что человек чаще всего, к сожалению, не умеет укладываться или не видит в этом ценности. Не надо так. Ребят, что такое укладка? Мы снимали также уже ролики об этом. Укладка не занимает много времени, три минуты в день. Если вы тем более сушите волосы феном, просто правильно укладывайтесь, наносите стайлинги и будете выглядеть опрятно и аккуратно. Не уложенные волосы могут целиком и полностью испортить ваш образ. Стрижка может быть подстрижена очень хорошо и аккуратно, но укладка все испортит. И наоборот, если вы по какой-то причине не успели к барберу, были в командировке или еще что-то, грамотная укладка позволит вам замаскировать отросшую стрижку и выглядеть опрятно и аккуратно. Мы переходим дальше. Ошибка номер три. Если вы по какой-то причине не успели к барберу, это бывает. Но есть люди, кто в принципе стрижется раз в два-два с полной месяца. И стригутся они довольно коротко, не носят короткие стрижки, которые все это время отрастают. Это выглядит неопрятно. Как мы уже знаем, и мы вам об этом объясняли, по идее, мы должны стричься, мужчины, раз в две недели. К сожалению, не всегда есть такая возможность, но раз в месяц это максимум для того, чтобы поддерживать определенный образ. Конечно, все зависит от вашей длины волос. Чем они длиннее, тем больше вы можете увеличить этот интервал. Изи. Но все же, раз в месяц позволит вам сохранять волосы здоровыми, они не будут стечься, выглядеть опрятно и аккуратно и поддерживать свой имидж. Все советы, которые используются в этом видео, мы не придумали сами. Мы разговаривали с девушками, со своими женами, с администраторами нашими. Мы собирали именно женское мнение того, что они оценивают в мужчине, когда с ним знакомятся. Или, когда видят мужчину, как они понимают, следит он за собой или нет. И опрятно и аккуратная стрижка и укладка были одними из этих моментов. Укладка пальцами, ты явно не твой братом. Ошибка номер 4. Ребят, те, кто служил в армии, знают, как важен кантик. Те, кто не служил, ну что ж поделать, мы вам объясним. Первый заповедь армейского стола, знаешь, боец должен стойко переносить все тяготы и лишения армейской жизни. Вы можете подстрижься, стрижка будет клевой, все будет выглядеть круто. И уже через неделю у вас начнет отрастать линия окантовки. Это будет выглядеть неопрятно. Весь ваш образ вы можете выглядеть очень круто, классно пахнуть, быть в крутой стильной одежде, на хорошем автомобиле. Но маленькая деталь в виде заросшей шеи или там, ну, некрасиво все это выведено на линии окантовки может полностью испортить впечатление о вас. Это занимает буквально 1-2 минуты. Вы можете делать это как в барбершопе, так и дома. Поэтому не пренебрегайте этим моментом. Как мы уже говорили ранее, окантовка во всех нормальных барбершопах бесплатна, если вы клиент этого барбершопа. В том числе и у нас. Минутка рекламы такая, да? То есть сейчас меня захейтят, что я тут сейф продвигаю. Ошибка номер 5. Если вы носите бороду. К сожалению, довольно часто мужчины думают о том, что достаточно отрастить бороду и все, он выглядит брутально, круто, супер, ничего делать не надо. Это в корне неверно. И это точно. Если вы отращиваете бороду, мы уже разбирали это в своих видео, вам придется за ней ухаживать. И ухаживать довольно много. Я говорю, с такой бородой можно совершить переворот на кубе. Но даже если вы носите щетину, допустим, как у меня, довольно короткая щетина. Как только на второй день начинает отрастать линия канта, уже с бритой щетины, вид сразу становится неопрятным и неаккуратным. Если вы носите какую-то растительность на лице, поддерживайте ее. Расчесывайте, ухаживайте. Не позволяйте торчащим волосам на лице испортить весь ваш внешний вид. И как я всегда говорил своим клиентам, ухаживать за бородой намного сложнее, чем ее отрастить. Ошибка номер 6. Мы уже делали видео о эпиляции, о том, как это происходит, чем это грозит, но все не настолько жутко. Волосы, торчащие из носа, могут полностью убить и разрушить ваш имидж в абсолютно любой ситуации, будь то деловые переговоры или романтическое свидание. Можете пользоваться триммером, либо эпиляцией, но не забывайте о такой важной вещи. Да, волосы это фильтр, но копчик тоже когда-то был хвостом, но это не значит, что нам нужно теперь везде цепляться копчиком за ветки. Состригайте волосы, убирайте их. Когда они торчат, это выглядит очень некруто. Если вы носите бороду и ваша девушка говорит, что ей колется, когда вы ее целуете, это еще можно понять. Но когда у вас нет бороды и волосы в носу, колят вашу женщину во время поцелуя, это понять уже очень тяжело. Мы идем дальше. Ошибка номер 7. Волосы между бровей. Очень много шуток в свое время было по поводу моноброви, мазда брови, как ее только не называли. Ребят, срожшиеся брови, это не вся проблема, которая может быть в бровей. Брови могут отрастать сбоку, брови могут быть в принципе отрожшие, торчащие, некрасивые. Как показывает наш опыт работы с клиентами, после 30 лет у мужчин очень часто начинают именно расти брови, и они начинают торчать в разные стороны. Помимо того, что вы поддерживаете опрятную линию между бровей, поддерживайте саму длину бровей и их форму. Это не значит того, что вы должны идти куда-то к бровистам, моделировать себе какие-то формы бровей, как в инстаграме, ни в коем случае. Просто опрятно, аккуратно убрать торчащие волосы, убрать лишние отросшие места и особенно зону над переносицей. Ребят, на самом деле, любой нормальный барбер предложит вам подровнять или убрать брови. Быстрее, тогда не так больно. А у них зеркало вон там. Ну, не полностью просто подровнять, привести их в порядок, просто время стрижки абсолютно бесплатно. Если вам этого не предложили или вас это напрягает, при стрижке просто скажите мастеру, подровняй брови. Он просто буквально двумя-тремя движениями приведет их в порядок. И ошибка номер восемь. Завершает нашу тройку растительности на лице. Уши. Очень часто почему-то мужчины не придают этому значения. И когда клиенты приходят, мы видим, что на ушах, хоть он же еще и белый этот волос, но они уже прям волосы. Они торчат из самой ушной раковины. Могут здесь на мочке уха. Пух, волосы, бывают черные, бывают светлые. Почему-то на это мужчины не обращают внимания. Вы же мужчины! Это та мелочь, которая может испортить впечатление о вас. Следите за этим. Можно их как подстригать, так и эпилировать. Занимает это буквально несколько минут. Более того, когда мы спрашивали у женщин, на что они обращают внимание, одна из них так и сказала. Уши. Если я вижу волосы на ушах, для меня это все. Я говорю, почему? Она говорит, ну это мелочь. Но если человек не следит за этим, как я могу быть уверен в том, что он следит за собой в целом? Я продолжать знакомство не буду. Соответственно, может быть, вам отказали в продолжении романтического вечера, потому что у вас волосатые уши. Как бы это смешно не звучало. Ребят, ошибка номер 9. Сейчас в комментах будет много-много комментариев от ребят, которые считают, наверное, что даже мыться не нужно. Смотрите мне. Мне спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Что вам, трудно, что ли? Не хотите, как хотите. Мужской маникюр и педикюр. Эта тема почему-то не освещается в нашей стране и вообще никаким образом не затрагивается. Но практически все женщины однозначно указали нам руки, что они смотрят на ухоженность мужских рук, ну, тем, с кем они общаются. Мужчины почему-то об этом в большинстве даже не подозревают. Маникюр не подразумевает тот факт, что вам нужно накрасить ногти, нарастить их и ходить вот так вот, клацать везде по всем поверхностям. Ни в коем случае. Что у тебя с голосом? Ты можешь объяснить, как у тебя голос изменился? Господи, да вот так! Просто привести их в порядок, чтобы они не были обкусанные, обгрызанные, полопанные, еще какие-то. Просто, чтобы они были опрятные, аккуратные. Мужской педикюр — это отдельная тема. Натоптыши, мозоли, все остальное может испортить продолжение романтического вечера. Но здесь очень интересная и смешная ситуация. У меня есть знакомая девушка. Как-то мы вот как раз, когда у нее спросили, говорит, у меня был случай. Она познакомилась с мужчиной, все было круто, сходили в ресторан, хороший, респектабельный парень. Все, говорит, ну прям я растаяла, цветы, все круто, мы приезжаем к нему. Дело практически доходит уже до своей финальной стадии. Он раздевается, говорит, я вижу у него, говорит, желтые, кривые, некрасивые ногти на ногах. Говорит, вот как отрезала. Она просто собралась, ушла, говорит, все, у меня моментальное отвращение, говорит, я больше вообще не рассматривала никакого продолжения вечера. Соответственно, ухаживать за своим телом, за своим внешним видом важно не только для женщин, но и для себя самого и для своего здоровья. И здесь мы переходим к финальной ошибке. Ошибка номер 10. Мужской парфюм. Мы не ожидали, но когда мы опрашивали клиентов, знакомых, не все знают, как правильно пользоваться мужским парфюмом, как правильно его наносить. Запах одна из самых важных составляющих нашего образа. Как для женщин, так и для мужчин. В принципе, мы до сих пор, вот как-то обоняние, это очень и очень важно. Как правильно наносить парфюм? Ни в коем случае не надо наносить парфюм на одежду. Это, во-первых, не дает аромату раскрыться. Во-вторых, вы можете испортить одежду. Правильно наносить парфюм не перед выходом из дома, когда вы уже стоите в дверях, надели обувь и попшикали пару раз и пошли. Нет. Куда наносить духи правильно? Чтобы пахло дольше. Правильно после душа, когда кожа распаренная, вы наносите парфюм на определенные точки пульсации. Это локтевые изгибы, это запястье, это шея, это может быть нижняя челюсть, это может быть грудь, но на тело. Не более двух точек пульсации. Два запястья, шея с двух сторон. Либо локтевые изгибы. Не более двух. Точно так же, когда вы выбираете парфюм, есть очень-очень-очень много моментов, как он должен держаться, как он должен раскрываться. О парфюме мы еще поговорим в следующих видео. Но запомните, если ваш парфюм выветривается для вас быстрее, чем через час, видимо, он недостаточно силен, его придется поменять. Ну что ж, ребят, спасибо вам за просмотр. Пишите в комментариях, было ли вам полезно это видео. Самые смешные комменты пойдут в следующее видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих выпусках.